Как из квадрата сделать равносторонний треугольник? Давайте посмотрим, как его можно сюда уместить. Мы будем делать следующим образом. Основание равностороннего треугольника будет совпадать со стороной квадрата. При этом их оси симметрии совпадут. Для начала сделаем ось симметрии. Сгибаем квадрат пополам. Мы получили ось симметрии. Дальше. У равностороннего треугольника все стороны одинаковые. Поэтому вот эта сторона, которая сейчас лежит в основании, будем строить ее же. Попытаемся здесь закрепить. Достаточно пальчиком приложить. Одну точку. И начинаем эту точку совмещать с осью симметрии. Значит, чтобы бумага не провисала, ее надо натягивать. Совместили. И вот провели. То, что мы с вами провели, это не сторона квадрата. Сторона квадрата. Это вот это. Напоминаю, отрезок. И мы его сейчас... Вот мы с вами получили ось симметрии. И сторону. Сейчас с другой стороны сделаем то же самое. Зафиксировали. Вот этот отрезок будем совмещать с точкой на оси. Провели. И теперь... Проводим. Итак, у нас получился равносторонний треугольник с основанием. Что на этом рисунке еще можно увидеть? Ну, во-первых, это ось симметрии. Можно увидеть. То, что мы складывали... Получилось у нас, что треугольник поделился пополам. А это значит, что этот отрезок будет и медианой, так как делят сторону пополам, и высотой, и бисектрисой. Когда мы с вами складывали фигуру, мы убедились, что вот эти два отрезка совпали. Общий отрезок это тот, который для данного треугольника является медианой, бисектрисой, так как углы совпали. Тоже можно сказать об этом отрезке, медианой и бисектрисой. И о третьем. Медиана делят пополам, бисектриса делят углы пополам. Все они пересеклись в одной точке.